Все наши локации обязательно мы подбираем, чтобы там была КПП. Устроили и все, украли. Порядка уже около 10 миллионов своих средств и кредитных средств, как физлицо инвестировал. То есть я вот настолько уверен в этом бизнесе. Морской контейнер растет каждый год. Его стоимость вот уже несколько лет, она поднимается в цене примерно от 10 до 20% в год. Стоимость его четырех больших площадок 21 миллион рублей. С одним человеком мы сейчас в Москве ведем переговоры. Он просто-напросто проигрался в карты моего деньги. Вот так люди сливают деньги и теряют бизнес. Просто в карты проиграл. Друзья, приветствую. Вы на канале Инвестиции с Николаем Брачковским. И сегодня мы продолжим обсуждать тему, которую начали около полугода назад. Я прилетал в гости к компании SmartSклад. Это инвестиции в морские контейнеры. И сегодня расспросим у основателя компании, одного из основателей, Илья Шаров, как собственно обстоят дела, какие предложения сейчас есть и для инвесторов, насколько развиваются как компания, так и в отрасли в целом, ну и какие здесь есть для нас с вами перспективы. Так, Илья, приветствую. Привет. Спасибо, что приобретели. Спасибо за приглашение. Да. Давайте, наверное, начнем. Вот, может быть, даже промотаем немножко вперед вашу презентацию. Собственно, для затравки, чтобы все понимали, о чем речь, какое предложение для инвесторов. Вот у вас там есть один из слайдов. Сразу начинаем, да, с предложения? Да, 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 чтобы все поняли, что здесь есть интересно. Итак, в чем ваше предложение для инвесторов? Да, на текущий момент у нас два предложения. Это модель, где мы принимаем инвестиции с фиксированной выплатой. Тут мы берем от 175 тысяч рублей, заключаем договор целевого займа под залог ликвидного имущества, это морской контейнер. И здесь у нас фиксированная ставка. Первый год 15%, второй год 20%, третий 25%, и на четвертый год 30% будет получать инвестор. Вот, то есть в среднем, если это усреднить, получается 22,5%. В среднем 22,5%, верно. Чем дольше с вами, тем больше зарабатывать. Тем больше зарабатывать. Хорошая схема, интересная, потому что тогда, когда мы полгода назад встречались, она была несколько иной, просто фиксирована. Хорошо, но давайте теперь для тех, кто с нами не знаком, вот если вдруг не видели, посмотрите, пожалуйста, видео, где мы, собственно, ходим по площадкам, и ребята показывают, как это все работает на месте. Видео, дам ссылочку внизу. Потому что сейчас зима, холодно, и ходить вокруг контейнеров, и снимать это все холодно, мы в помещении будем обсуждать. Но, тем не менее, расскажите, то есть, что это за бизнес, как это работает. У вас, кажется, есть, да, это в презентации? Давайте тогда прямо по презентации начнем. Наш бизнес – это бизнес на морских контейнерах. Рассказать, в принципе, математику или в предыдущем ролике я об этом рассказывал? Давайте, наверное, поскольку многие люди не видели этот ролик, или не сразу посмотрят, то прямо сначала, как для человека, который ничего здесь не понимает. То есть, что это, как это работает? Берем землю в аренду, покупаем морской контейнер, ставим на эту землю целиком, либо делим на ячейки и сдаем в субаренду под хранение. Это физлица, небольшие ИП. Соответственно, вот такой бизнес. А хранение, кто арендует это? Зачем это нужно? Частным лицам, компаниям? Почему не хранить, допустим, где-нибудь в гараже у себя рядом, или обычный склад арендовать? Почему вас? В основном, вот в Санкт-Петербурге у нас большая часть клиентов – это физлица с целью хранения, например, на период ремонта вещей, например, сезонное какое-то, может быть, хранение. То есть летом какие-то сноуборды, лыжи и так далее, зимний инвентарь. Зимой, наоборот, палатки, можно лодку, мотоцикл и так далее. В Москве мы заметили, что здесь больше все-таки малый бизнес ИП. То есть здесь могут быть, это и в Питере есть, но в Питере больше процент клиентов физлица. В Москве физлица есть, но больше бизнес. То есть это интернет-магазины, это розничные магазины. Вот такого плана. А что они хранят? Зачем им? Свой товар, свою продукцию. Ну это же надо как-то к вам приезжать, постоянно забирать? Или вечерок не напрягает? Смотрите, локационно, то есть, естественно, там с другого конца Москвы никто не поедет к нам везти. То есть люди снимают, где им удобно, локационно. Вот, допустим, у нас на Теплом Стане, первая в Москве площадка, там очень-очень много оптовых баз рынков вокруг. И там, наоборот, пользуются спросом именно целиком большие контейнеры, 40-футовые. То есть там даже делить их не надо. У такого плана. Так, хорошо. А суть какая? Морской контейнер, там дальше есть такой слайд. Подробно не буду рассказывать. Суть в том, что он водонепроницаемый и надежный бокс для хранения. Потому что по морю в морском контейнере перевозят, в принципе, все, что угодно. Бумагу, технику, бытовую мебель. Это вот в жестких условиях морских качка, разгрузка, выгрузка, там морская вода. А, соответственно, статично на складе, на бетонных плитах стоит. Можно хранить то же самое, все, что угодно. Все, что не подвергается температурным каким-то изменениям. То есть холодное, надежное водонепроницаемое хранение, герметичное. А безопасность как вы обеспечиваете? Ну, то есть, чтобы это не украли весь контейнер целиком, не увезли или не увезли, как-то там вскрыли и все украли? Да, да, да. Во-первых, все наши локации обязательно мы подбираем, чтобы там была КПП. То есть вот арендодатели КПП. Либо если вот сейчас мы стали делать уже локации, где мы сами организовываем охрану. КПП обязательно мы устанавливаем видеонаблюдение с выводом через приложение. То есть у нас клиент или наоборот инвестор может получить доступ и через телефон круглосуточно наблюдать за своим контейнером. Вот. Это второй момент. А у меня нет такого или мне надо запросить? Да. Я что-то не знаю. А у нас на сайте написано, что при желании Можете запросить у менеджера. Я не знаю, где там мои контейнеры стоят, как может он. Уже это, разобрали его. Сделаем. На запчасти. Хорошо, да, мне решите, пожалуйста. И также вот преимущество на этом слайде описано хранение в контейнере. Это круглосуточный доступ 7 дней в неделю, что не каждый склад, в принципе, можете позволить, да, такое предложение клиенту. Это возможность подъехать вплотную к контейнеру для погрузки-выгрузки. И основное это месторасположение, потому что мы локации, прежде чем открыть, мы тестируем, мы землю тестим. То есть мы даем тестовое объявление о том, что у нас уже здесь склад, и смотрим, сколько звоночков, сколько желающих. А вот здесь это как раз разбитый контейнер, да, на маленький кусочек? Да, да, да. А почему они сдаются? Это восьмая часть контейнера, да, наверное? Одна восьмая, да, это пять футов, три с половиной метра, сдаётся 3,500. А дальше, соответственно, вот четверть, половинка и целый. Ну да, понятно, что от локации по-разному зависит. Я сейчас по Питеру цены и следом по Москве назову. То есть в Питере такой идёт 3,500, десятифутовый, то есть в два раза больше 5,500, двадцатка это полсороковтового, 7,500 и большой контейнер 9,900. Это 9,900 и 10,900. У нас разные локации, более топовые там 10,900. А в Москве какая разница? В Москве маленькие 3,900, 5,900, 8,900 и 14,900, соответственно. То есть большие и дороже, да, как получается, интереснее? Да. Вот, и данные цены по Санкт-Петербургу, они уже устоявшиеся, они у нас официально на сайте, во всех источниках. Цены по Москве, это я озвучил средние цены по городу, то есть кто-то сдаёт 14,900, 15, даже 16,900, я видел за 40-футовый. На нашем сайте цены по Москве пока вы видите ниже, потому что мы только сюда заходим, и поэтому мы демпингуем немножко, чтобы загрузить быстро площадки. Вот, дальше мы к сезону будем их уже увеличивать. А что у вас по площадкам? Вот у вас где-то был слайд, пробовал, развитие ваше. Вот этот слайд, значит, наш проект начал работать меньше-меньше, 1 декабря 2018 года. То есть это чуть больше года получается? Да, да, то есть был ряд факторов предшествующих этой мысли открыть свою площадку. Немаловажную роль сыграл ваш ролик про ребят, склад 24, которые одни из первых в Москве начали этот бизнес. Вот, и мы попробовали просто на свои деньги, взяли площадочку, потестили, взяли 6 контейнеров. Спрос был такой хороший, что уже на момент открытия у нас было 4 заявки, 2 клиента заехали в день открытия, ну, 2 чуть позже. Соответственно, мы стали увеличивать площадку, когда у нас закончилась земля, на этой площадке искать новую. Вот, и на конец, не третьего даже, а второго квартала вот результаты были такие. То есть когда мы с вами писали интервью в Питере на площадке, у нас было 7 площадок, 125 контейнеров, и планировалось открытие трех площадок в Москве. Вот, упаковывали франшизм. А сейчас вот у вас? Сейчас у нас с тех пор мы открыли 3 новых площадки в Санкт-Петербурге, 4 в Москве. Это Дмитровская, Владыкин и Теплый Стан и Фили. Прямо Фили в самом центре у нас. Вот. Одна площадка в Нижнем Новгороде, то есть мы уже можем называть себя федеральной сетью, в принципе, потому что уже 3 города идет, значит. И 370 мест для хранения. Средняя загрузка 87%. А по инвесторам, то есть сколько у вас сейчас инвесторов, какое количество людей вам доверилось? В количестве? Ну, не меньше 30 точно. Точно сказать не могу. На самом деле после того интервью был очень хороший поток потенциальных инвесторов. Мы не ожидали, мы планировали набрать на 3 площадки в Москве, а получилось гораздо больше. К сожалению, не смогли все освоить, всех желающих принять. Потому что все-таки не хотим подвергать риску. То есть мы сколько смогли площадок сделать, столько смогли. А тогда зачем? Как сейчас у вас планы по росту? Вот сейчас люди нас смотрят, скажут, что ты нам показываешь в видео, когда уже туда нельзя инвестировать. А сейчас ситуация поменялась. Дело в том, что тогда было окончание сезона, то есть не сезон впереди, сейчас впереди сезон. По опыту уже 2 года, уверенно можем сказать, что рост, и не только по опыту, потому что происходит сейчас, сейчас рост заявок в прогрессе. У вас есть слайд, да? Есть слайд сезонности. Да. В конце. Но, да, думаю, что мы будем уже не останавливаться в принятии средств до осени. То есть очень... Обязательно. Посмотреть. Вот, собственно, показана здесь сезонность бизнеса, где с середины зимы начинает сезон уже количество запросов увеличиваться. Осенью, в конце лета он потихонечку снижается. Сейчас самое время открывать новые площадки, входить, инвестировать. Самое время перед летом. А если этот бизнес прибыльный, ну, как бы все хорошо работает, почему вы привлекаете дорогие деньги инвесторов по достаточно высокой ставке, вот 22,5% в среднем, но это довольно высоко. Почему не пойдете в банк, просто не возьмете там по 13-15% годовых кредит и на него развиваться? У нас, кстати, есть еще второе предложение, потом расскажу, не только вот это 22,5%. В банке мы тоже кредитуемся. Мы, в принципе, все инструменты стараемся использовать. Но, к сожалению, банки у нас микроорганизации, микробизнесы и малый бизнес не очень любят финансировать, поэтому мы можем в банке взять только 50%, максимум 70% от стоимости всех активов. А если мы хотим расти больше, сильнее, то банки нам не помогут. Тем не менее, в банки обращаемся. Последний раз я на себя, как физлицо под залог своей квартиры взял 4 миллиона в декабре, тоже инвестируем в контейнера. Сами инвестируете, да? Конечно, я порядка уже около 10 миллионов своих средств и кредитных средств, как физлицо инвестировал. То есть я настолько уверен в этом бизнесе, что сейчас, в принципе, все возможные средства туда вкладываю сам. Это, на мой взгляд, довольно важный показатель, насколько руководитель бизнеса сам действительно является инвестором и вкладывает свои деньги, и сам рискует, соответственно. Хорошо. Что у нас по презентации еще? Давайте проведем важные моменты. Такие есть, чтобы они не обсудили. Как это команда ваша? Это наша команда. Значит, зачем этот слайд? Что тут немаловажно, то что команда не без опыта. То есть и у меня, и у Татьяны, и у Никиты есть некий опыт ведения бизнеса. Никита у нас профессиональный маркетолог с профильным образованием. Вот, в принципе, за плечами у меня 12 лет в бизнесе перевозки, госзаказы, недвижимость. У Татьяны тоже агентство недвижимости в России, за границей. Вот, то есть мы знаем, в принципе, как строить процессы, как правильно работать. Вот, дальше в этом графике показан рост спроса. То есть рынок, в принципе, начал развиваться в России в 15-м году. В Москве ребята, вот, о которых вы снимали в 14-м, начали первые, более активно в 15-м. И спрос каждый год только растет. Потому что мобильность населения увеличивается, потому что увеличивается, в принципе, узнаваемость такого сферы, такой self-storage. Вот, поэтому потенциал огромный. А нет ли такого, что, например, в Москве рынок уже перенасыщен? То есть ощущение, что много уже компаний. Вот я еду на машине, вижу там 124, складовка, там еще какие-то компании. Стоит много вот self-storage? Или вы считаете, что не так? Потому что зачем вы тогда продолжаете заходить в Москву, а не, допустим, другие регионы? В Москве именно отрасли представлено максимально больше, чем где-либо. Но, тем не менее, продолжает развиваться. И те же крупные игроки, я знаю вот с кем общаюсь, с ребятами не буду озвучивать, несколькими компаниями, они наращивают, продолжают наращивать. То есть спрос есть, и у нас спрос есть. Такие планы, да, у нас мая под год? Планы на 2020 год. Значит, мы прописали такую некую декларацию, хотим сделать X3, то есть мы стартовали в 18 декабре, в 19, я считаю, был у нас довольно мощный прорыв, и в 2020 мы хотим темпа не сбавлять, сделать X3 от того, что у нас есть. Но как минимум вдвое мы точно увеличим, уже все предпосылки в этом есть. Плюс мы упаковали, наконец-то, франшизу, запатентовали в Роспатенте наш бренд, и сейчас вот будем формировать отдел продаж, выходить на регионы. А вот что происходит с вашими площадками? Вот представим, вы поставили контейнеры на какую-то площадь, а потом вам говорят собственные физики, что все съезжайте, или очень сильно забираем арендную ставку. Что с вашим бизнесом в этом случае? Такого не было, или есть уже какой-то сценарий на этот? Такой сценарий он вряд ли будет осуществлено, реализован со стороны собственника, потому что мы тоже внимательно стараемся все это предусмотреть договоре. То есть, во-первых, мы смотрим такие площадки, где невозможно капитальное строительство, то есть не отдадут под застройку. Чем это, какими факторами обусловлены? Земля под ЛЭПом, например, или ЖД пути, или еще какие-то факторы, которые сделают застройку невозможным. Поэтому там всегда будет на этой земле либо стоянка, либо какие-то склады, и собственнику будет невыгодно якорных арендаторов, как мы, оттуда убирать. Но в любом случае, даже если появится такая необходимость, желание, то договором предусмотрено, что он нас предупредит за несколько месяцев. У нас будет, в принципе, время на то, чтобы найти рядом другую локацию и переехать. Переезд площадки примерно плюс-минус стоит равен месячной прибыли. То есть, это не так дорого и не так болезненно. Вот в плане, в плане увеличения цены тоже мы в договоре предусматриваем то, что не может арендодатель в одностороннем порядке увеличивать. Но максимум это 10% в год. Но это стандартная формулировка для недвижимости. Какая у меня защита как у инвесторов? То есть, это всегда очень такой важный вопрос у большинства инвесторов безопасности вложения. К тому же, надо понимать, что все-таки вложения в бизнес, тем более, относительно молодой бизнес это высокий риск. Это не депозит Супербанка. И какая здесь у меня защита есть? Вот есть у нас, кстати, тоже слайд на эту тему. Значит, мы в залог под займ предоставляем ликвидный актив. Это морской контейнер. Значит, морской контейнер, действительно, актив ликвидный, он можно проверить тестовые объявления, любой инвестор может на, например, на Авито разместить и увидеть, будут звоночки. То есть, его реально продать. Тем более, что мы покупаем их оптом по более низкой цене. Тем более, что мы их покупаем БУ, то есть, мы их выбираем в максимально хорошем качестве, но тем не менее, есть там коррозия, какие-то повреждения. Мы их исправляем, коррозию мы зашкуриваем, покрываем антикором, красим спецкраской, то есть, мы его улучшаем. Отсюда цена становится у него дороже по контейнеру. То есть, инвестор обеспечен морским контейнером, его инвестиция. А как идет это обеспечение? Каким образом оформляется этот залог? Залогом, договором залога. И у каждого контейнера есть ID номер, это как ВИН номер на автомобиле. И, соответственно, каждый морской контейнер можно поставить в реестр залогового имущества РФ. Через любого нотариуса абсолютно официально можно закрепить. У нас некоторые инвесторы пользовались этой возможности. То есть, это добровольно мы на усмотрение инвестора. Может пойти к нотариусу это сделать и обеспечить то, что мы не можем этот контейнер по сути, он же в залоге, мы его не продать не можем, не перезаложить. Он зафиксирован за инвестором. А вот как у нас получается, какая стоимость контейнера? То есть, я вкладываю 175 тысяч и за это получаю как бы залог один контейнер. Но ведь тут тоже получается, что если я его захочу продать, он же не 175, он подешевле все-таки стоит. Ну да, 175 тысяч это включая доставку, включая бетонные плиты, включая подготовку контейнера. Тем не менее, я думаю, что близко к этой цене продать можно за счет того, что будете продавать в розницу и за счет того, что мы его улучшили. Плюс морской контейнер растет каждый год. его стоимость вот уже несколько лет она поднимается в цене примерно от 10 до 20% в год. А сколько сейчас вот тогда примерно стоит контейнер, если его продавать вот такой вот улучшенный? Вы его доработали, починили? И почем примерно? Это 150 тысяч, 100 тысяч? В таком качестве да, я думаю, 150-160 можно продать. То есть, получается, все-таки, как бы, я вкладываю 175, и у меня залог чуть дешевле, чем то, что я вложил. Чуть-чуть дешевле, да, но само собой эта разница покроется прибылью. Ну да, если как бы все четко идет, то есть, тут всегда вопрос, что произойдет, если вдруг там вы, не дай бог, ванкротитесь, например, и тогда что? Тогда вы мне контейнер, я забираю контейнер, как я его продам? Ну, для обычного человека звучит, как вот огромный контейнер пришел, его куда-то перевезти, это надо манипулятор вызывать, дорого там, ну вот. Самовывозом можно продать, то есть, выставить, покупатель заберет, можно это сделать самовывозом. Так, забирают? Мы так забирали, конечно. Вот, но хочу сказать, что банкротство тут маловероятно, потому что такая сфера бизнеса, да, она очень похожа на недвижимость, только рентабельность выше цифры, то есть, тут довольно мало рисков, потому что есть площадка, есть много контейнеров, это как вот апартаменты, например, да, апарт-отель на 20 студий, но вряд ли одновременно выйдут все 20 человек, но выйдут там какая-то часть и можно их заменить, то же самое, у нас склад загруженный там на 95 процентов, кто-то выезжает, кто-то заезжает, вряд ли выйдут все одновременно с этого склада. Илья, давайте детальнее разберем арифметику всего проекта, то есть, как это работает, расскажите, я вижу, подробная презентация. Да, это вот подробная презентация, расчет рентабельности бизнеса именно на московских площадках при полной загрузке. Это московские, да, это московские цены, и это на полную загрузку. Значит, все-таки вы говорите, она же не полная? 90-95 процентов. Вы не полная, да, 10 процентов надо очень. Да, это оптимистичные прогнозы, но я могу сказать, что в Санкт-Петербурге у нас первые наши площадки, которые прошлогодние, да, они загружены на 100 процентов. Абсолютно. И даже без простоев вообще получается. Да, ну, то есть, буквально, человек выезжает, следующий заезжает. Заблаговременно он предупреждает, выезжает, следующего мы находим уже. и дальше расскажу, собственно, у нас есть предложение от нашего крупного конкурента в Питере, которого мы планируем выкупить. Вот, у него площадки есть тоже полностью загружены, просто все сданы. Вы хотите его купить полностью, Да, 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 стоимость, значит, его четырех больших площадок, 21 миллион рублей. А здесь, вот, я здесь не вижу расходов на рекламу, например. То есть, вот у вас тут есть аренда земли, понятно, но ведь есть реклама, есть какой-то штат сотрудников, которые работают, есть налоги, а вот тут не указано все это. Да, расход на рекламу, он настолько незначительный, что мы в этой табличке его даже учитывать не стали, там примерно идет плюс-минус пять тысяч рублей с площадки. Вот, потому что, да, на каких-то первоначальных этапах, когда она загружается, мы больше вкидываем, но когда она уже загружена на 90, например, процентов, там уже, по сути, небольшой расход в директ и на доске объявлений. Вот, пять тысяч рублей на одну площадку вполне достаточно. Вот, персонал тоже у нас, в принципе, максимально мы стараемся оптимизировать, поэтому один человек может контролировать, например, у нас один человек контролирует все площадки в Санкт-Петербурге, потому что площадки мы сдаем контейнера удаленно, без присутствия. То есть, клиент выбрал локацию, приехал на место, вот вы видели контейнера, которые заняты, на них висят замки, которые свободны, они свободны. Соответственно, он выбирает контейнер, оплачивает на нашем сайте интернет-эквайринг, там он может оплатить, да, с карточки, деньги сразу на расчетный счет компании будут уходить и заехать, вот, то есть, без присутствия нашего менеджера на площадке, поэтому расход на персонал тоже между площадками делится. Ну, налоги еще есть, в любом случае, налоги, да, обязательно. Но я хочу понять, допустим, целый контейнер, вот я инвестировал в 175 тысяч, он приносит у вас валовая прибыль 11 900, с этого еще минус, там, налоги, персонал, мне вы будете выплачивать 175, грубо, на 20%, это получается 35 тысяч рублей в год, или делим на 12, ну, грубо, 3000 в месяц. Да. Ну, похоже, да, то есть, что у вас как бы есть запас, из чего выплачивать это. Да, но опять же, повторюсь, эта табличка, это такая, оптимистичный прогноз при 100% загрузке, менее 100%, будет чуть поменьше у нас. А какое ваше второе предложение, то есть, второй формат? Второе предложение, если инвестор готов финансировать полностью целую локацию, то мы готовы с ним работать 50 на 50 от прибыли. Здесь будет несколько интереснее, потому что цифры вы видели, а, соответственно, прибыль мы с ним будем делить пополам. Это... А на какую примерно доходность можно рассчитывать? Вот у вас 50% годовых написано, или это 50% прибыли, а 25% годовых? Это от 25% до 50% годовых, в зависимости от ситуации, от локации. Но могу сразу честно сказать, что 50% это точечные, эксклюзивные локации, и скорее это будет что-то там 25-30-35% для инвестора. Но в перспективе будет приближено к 50%. Почему? А может и больше, мы не знаем. потому что каждый год цены увеличиваются. То есть, но цены еще никогда не падали на вот на эти услуги. Мы отслеживаем эту динамику. Цены каждый год растут, соответственно, в следующем году цены вырастут, рентабельность увеличится и так далее. Что у вас по планам? Вы говорили, что хотите выкупать конкурента. Да. Значит, нам на сегодняшний момент наш санкт-петербургский конкурент довольно крупный. У него четыре больших площадки. Сейчас вот я открою про него слайд. Значит, предлагает его купить. Значит, стоимость его площадок объективно 21 миллион. Вот эти деньги, собственно, он хочет получить. Загрузки у него на каждой площадке от 90 до 100%. То есть, есть там, где вообще полностью загружены все контейнеры разданы. соответственно, здесь предложение для инвестора получается для тех, кто готов зайти 50 на 50, а это опять четыре площадки. Повторюсь, есть маленькая у него там в районе двух миллионов, самая большая восемь. А в день рентабельность именно для инвестора это будет 25-30%. То есть, в целом с площадки мы будем 50-60 получать как минимум. Вот. И преимущество здесь в том, что если раньше мы предлагали входить в новые площадки и доход инвестора бы получал также в режиме 50 на 50 уже только где-то 2-3 месяца на загрузку в сезон, вне сезон 3-4. То есть, примерно через 3-4 месяца начинает получать доход. То есть, мы выходим в плюс какой-то. То здесь доход он уже будет получать с первого месяца и рисков здесь сразу в разы меньше, потому что нет рисков, что мы, например, неудобную локацию какую-то выберем. А почему тогда конкуренты это продают? Обычно хорошие, прибыльные бизнесы работающие не очень-то любят продавать. А если продают, то какие-то подводные камни есть или как здесь? Вот конкретно этот конкурент продает, потому что он хочет уйти в другой бизнес. Он будет покупать в Европе оборудование станки дорогостоящие и в России сдавать их в аренду. Вот. Сразу скажу, что этот бизнес, вот его новый бизнес, он вдвое более рентабельный, чем бизнес со складами. Вот мы с ним общались. Вот. Хочу сказать сразу, что инвестиции он не принимает, он будет работать на свои деньги, потому что там рынок довольно ограниченный. Вот. По этой причине. Один инвестор нам продал свой бизнес по похожей причине. Там два брата открыли контейнерные склады для того, чтобы как дополнительный бизнес, но почувствовали, что не успевают два бизнеса вести. У них основной довольно крупный, они из Китая кальяны возят. Поэтому он стал обузой. Они нам продали. Вот. он просто-напросто проигрался в карты и мои деньги. Это причина его выбить. Вот так люди сливают деньги и теряют бизнесы. Просто карты проиграл. Но это не единственный бизнес, поэтому у него все хорошо будет. У него еще есть, что проигрывать в будущем. Хорошо. Как? Давайте вернемся к предложению для небольших инвесторов. Слайд, где можно зайти с небольшой суммой 185 тысяч. как это оформляется. Я вижу договор целевого займа. То есть идет договор займа. Как идут выплаты? Каждый месяц раз в квартал. Как они обычно облагаются налогом? Это тоже люди интересуют. если я как физлицу по идее, НДФЛ должен возникать? Обязательно. Хочу сказать сразу, что мы никаких неофициальных платежей не делаем. У нас мы абсолютно все проводим. Платим налоги. Соответственно, обязательно, если физлицо заемщик, то мы за него обязаны платить НДФЛ. То есть мы высылаем сумму ему и за него НДФЛ мы сами платим налоговую. Если это ИП или юрлицо, то, соответственно, они сами разбираются. Оплаты происходят ежемесячно. Платим мы ежемесячно процент. Тело мы не трогаем. Тело инвестор забирает либо в конце срока, либо в принципе сейчас мы пришли к тому, что мы готовы инвестору тела отдать в любой момент по договоренности, если он заранее над заблаговременно предупредит. И у нас уже в разумных пределах в разумных по соглашению сторон мы это делаем. Сейчас как-то прописывают, потому что одному разумно это послезавтра, другому через полгода. Через год он может выйти по собственному желанию. В любой момент он может этот займ продать по договору сессии, что тоже в договоре отражено. И по соглашению сторон он может выйти реально в любой момент. И у нас было порядка пяти таких случаев и мы никому не отказали. всем мы выдали деньги. По тем или иным причинам людям нужно было забрать тело, мы им отдали. За счет собственных средств, либо, если это небольшая сумма, либо за счет привлечения других инвесторов, чтобы они выкупили у них займ, мы это делали. Вот сейчас мы, допустим, 1 марта отдаем 2 миллиона человек, который 1 марта 1 апреля прошлого года зашел. Сейчас мы ему возвращаем. А почему выходит, если все хорошо, четко прибыльно? А вот это как раз тот человек, у которого был кальянный бизнес, он продал нам площадку, зашел инвестором, и сейчас ему нужно в оборотку деньги. Понятно. Ну, по разным причинам люди выходят. Абсолютно. Хорошо. Ну, что ж, вроде бы мы все так основные вопросы обсудили. Если будут возникать какие-то, наверняка будет много вопросов в комментариях, готовы поотвечать, что люди могли связаться. Контакты какие мы оставим ваше, как с вами связываться. Да, вот здесь наши контакты. В прошлый раз был вопрос, из СНГ можно как-то в вас инвестировать? Есть такие примеры? У нас даже есть из Канады, есть из Финляндии люди есть. Интересно. Так же, такой же точный договор, также обязательно этот человек должен будет заплатить в соответствии с законодательством РФ и его страны, все налоги. Если он не хочет переплачивать, то мы рекомендуем, он может найти друга, брата, родственника, кого угодно, доверенное лицо в России, оформить договор на него, что в принципе некоторые наши зарубежные инвесторы делают. Но можно напрямую с ним, единственное, что он будет платить налог здесь и там. Хорошо. Я думаю, что мы много обсудили, поговорили про этот бизнес. Посмотрите ролик, который мы снимали чуть более полугода назад. Я тогда, сам тоже проинвестировал в контейнеры. Вот у меня некоторое количество контейнеров, хочу их увидеть в экране смартфона, как они смотрятся, а то и только фотографии, видео и номера в договоре. И задавайте ваши вопросы в комментариях, потому что, безусловно, вопросов много. И когда вы планируете куда-то сами инвестировать, либо просто интересуетесь, то надо разбираться обязательно. И также предупреждаю о рисках, это считаю очень важно и правильно, что всегда вложения в бизнес это достаточно рискованные вложения, потому что у нас страна своеобразная, очень много что может меняться, меняться законодательство, правила игры, самые разные аспекты, которые случаются. Поэтому здесь прежде, чем куда-то инвестировать, проанализируйте свой портфель инвестиционный, чтобы в нем были какие-то консервативные безопасные инструменты и какая-то часть рискованных. И будьте здесь всегда аккуратны, чтобы не лезть последними деньгами в какое-то очень опасное дело. Команде SmartSклад безусловно желаю процветания, успехов, развития. Спасибо большое, Илья. Спасибо.